Давайте кратко о нас расскажу, на чем мы занимаемся. Вертихай строительных технологий называется наша компания. Занимаемся продажей материалов строительной химии. Ну это вот там магазин у нас выделил, добавки разные. Ну я понял. Соответственно, так как мы продаем эти материалы, мы с имиджей и работаем. То есть строительное направление, соответственно, у нас строительное направление. Из того, что мы делаем, вот объекты, с которыми мы работаем. Работали уже, сделали синагогу, здание на Дарвино, аэропорт Харьковский, старый терминал, здание кукол, театр. Вот собственно, чем занимаемся. Реконструкция, респаврация, гидроизоляция. Вот собственно наши технологии, да, это гидроизоляция фундамента. Ну вообще мы делаем абсолютно любую гидроизоляцию. Абсолютно любую, любого абсолютно объекта. Уфиление углеродными холстами. Устройство наливных полов, когда пол делается. У меня что предстоит делать, работать. А вы где работали, чем занимались по строительству? Бетон заливали с папой, по мелочам, в принципе ничего такого сильнее не делал. Но вот в очередях знаю стройку как бы. А где-то еще работали? Ну дома у нас стройка идет уже какой год. И вот у папы на стройку. А вообще вот скажем, ну не обязательно на стройке, где-то еще работали? Листовки раздавал. Листовки? Ну да, подрабатывал. А вы решили, что на стройке вам... Да, я искал работу, там как бы многие просто игнорят, как бы очень тяжело найти работу. Ты еще несовершеннолетний, так. Поэтому... Вам 17 лет, да? Да. Ну, в 17 лет. В 17 лет. Ну, родители готовы написать заявление о том, что не согласны, что я работаю, что... Ну вот, повторюсь, да, почему именно думаете, что по стройке вам понравится работать? По таким работам, скажем, строительным? Я это, честно, не знаю просто. Вы мужская работа, я не против. А что нравится, скажем, из таких вот третийных работ? Ну, потому что, смотрите, например, если, скажем, меня заставить лень обои, да? Это будет мне очень... Очень-очень приятно. Лень обои, наверное, на меня не получится в первую очередь. В принципе, тяжело. Нет, эта работа не нравится. Очень она для меня плохая, да? Если там мне скажут, вот там, зашпаклю окно, да, или там, штукатурка, то это уже интересно. Здрасте. Это меня любая вид работа устроит, в принципе. Мне не важно так, не принципиально. Вы же сейчас учились, правильно? Да. Все в школе? Нет, закончил школу теперь, бетериент, да. Вы на лето ищите сейчас? Да. А потом уже не сможете. Ну, вряд ли, как бы учеба... Мне, в принципе, не против совмещать, если так довольно-таки понравится и будет. Ну, у нас шестидневка рабочая работа, то есть, с понедельника по субботу. С девяти до шести вечера. Угу. Отлично, да, время классно. Ну, официальные праздники, которые в Украине. Угу. Ну, воскресенье выходят. Высоты боитесь? Довольно-таки, да. Ну, боитесь, да. Да, да, да. Ну, давайте я сейчас телефон вашу... Боже, телефон свой забыл. У тебя застаск? Да, да. Как так-то? 066, да? 066, 0700. 0800. Да, да. Да, куча номеров. Да, куча номеров. Ну, в сентябре будет восемнадцать, поэтому... А, понял. А удаленную работу какую-то вы рассматриваете? Удаленную, это... Ну, вот, например, на телефоне дома. А, на телефоне дома. А как это будет, ну, в смысле, со стройкой? Ну, вот, как раз мы сейчас создаем отдел, который у нас отзвонит с клиентом и оператором, надо мной работает человек. На компьютер устанавливается программное обеспечение, есть цена лежит разговора, и вы звоните, общаетесь. Да, тоже могу, в принципе, интересно. Интересовала бы такая, тоже? Да, да, я не против, в принципе. Давайте... А вы... А, не работали, а еще и выходим. Ну, это мы обучаем, конечно, с нами разговора даем. И меньше. Ну, если, например, по телефону, то это буквально вот сегодня-завтра уже можно обучаться и приступать к работе. То есть, это дома, да? Можно будет сидеть и... Да, дома. У вас свой ноутбук, свой компьютер и гарнитура нужно, чтобы разговаривать. Да, да. Ну, как по скайпу вы общаетесь? Да, наушники и микрофон ездят, не проблема. Отлично. Отлично. Ну, конечно же, ведется контроль, да, вы там даете отчетность каждый день, да, по правильным звонкам. А режим работы в таком? Вообще, вот, четкого графика, да, там, вот, такого-то по звонить, потом пойти гулять, то, пожалуйста, если вы хотите, там, периодично, да. То есть, гибкий, я сам решаю, да? Да, главное, чтобы вы просто 5 дня отчитали по непроведенной работе. Ну, потому что, если вы говорите, высоты боитесь, то у нас, скажем так, сейчас большинство объектов, где надо либо на кровле работать, либо на лесах, подумайте, может, лучше по поводу оператора. Тем более, когда у вас начнется учеба, вы сможете... Да, замечательно. Интересно? Да. Просто зависит от вас, как бы, что вы предложите, на то я и согласен. Так, давайте, сейчас я вам скину вызов, чтобы я проверил номер, правильно ли я написал. Ну, по поводу оператора, там, система оплаты сейчас у нас еще согласовывается. Скажу вам так, где-то в районе 3, ну, выше, ну, там все зависит от того, как вы будете звонить. Если, например, вы делаете эффективных звонков в день много, то у вас, соответственно, за этот день и выше. Ну, понятно, в принципе, да, все, все логично. То есть, в конце месяца один раз, правильно? Да, ну, и по отчетам за каждый день мы суммируем, что наработали, и потом в конце месяца. Хорошо. В плане обучения, скажу, неделя, скажем, такая испытательная у нас идет. Мы человека учим, показываем, да, там, тестовые звонки друг другу делаем и смотрим. Если человек обучаемый, ему, ну, как бы нравится, да, он не сачкует, учится, работает, у него получается звонить, ну, эта неделя потом ему зачтется, как рабочая, оплатится. Ну, если нет, там, человек нам не подошел, мы человеку не подошли, то, соответственно, не оплачивается, и мы обращаемся. Хорошо. Тогда давайте так. Если работаем, я сегодня вас тогда набираю по разговору тогда, если учимся. Ну, ввожу в курс дела. Если, скажем, звоним, да, я вам расскажу о сценарии диалога, там, на почту мы же отправлю сразу вам. То есть вы мне позвоните сегодня, и учение будет по телефону, правильно? Либо по скайпу можем созвониться, по скайпу общаться, либо по телефону. А с чем заключается мой разговор, что я должен написать людям? Ну, мы сейчас открываем магазин в Белгороде, вот, и нам, у нас есть база клиентов, которые нужно обронить, как бы, пригласить к нам в магазин, сказать, что мы открылись, и что человек приходил к нам в магазин. Донес информацию до клиента, да, рассказал ему о нас. Ну, потом уже ведется диалог в зависимости от того, что тебе человек отвечает. Что он спрашивает, я понял. То есть он спрашивает, видишь, что человек возражает по какому-то поводу, то есть проработал возражение, выводишь его дальше на контакт. Так, ценность оператора в том, что человек, а он смог с ним поговорить, не просто слил его, да? Информирует его, я понял. Смог с ним поговорить, и в итоге идеальный звонок, это если он еще даже с нашим технологом спрашивал. Человек уже ему начинает рассказывать о своей проблеме, там у меня, там крыша течет, не знаю, что делать. Сделали контакт. Я понял. Я понял. Ну, все разговариваю. До свидания. С удовольствием. До свидания. До свидания. Да, 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 направо. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.